В эфире «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! До востребования, почему на почте края не хватает сотрудников? Куда отдать? В батарейках содержится много токсичных элементов, таких как никель, свинец, кадмий, литий, иногда даже ртуть. Есть ли в крае пункты приема батареек и почему открыть их непросто? Не лишайте выбора. Барнаульцы подписывают петицию против закрытия торгового центра. Итак, жители краевой столицы просят не закрывать Ашан. Барнаульцы создали петицию в ответ на слухи об уходе крупной торговой сети из города. В петиции, в частности, говорится, что магазин ценят, цитируем, за множество уникальных товаров, хорошие цены, сервис. И уверены, что город много потеряет от закрытия этой сети. Петиция появилась накануне, сразу после информации в СМИ о том, что в октябре Ашан покинет Барнаул из-за финансовых сложностей. От магазина пока комментариев не поступало. Добавим, за последние годы из крупных гипермаркетов в Барнаула ушли несколько известных ритейлеров. Это Холидей, ОК и Магнит из торгового центра Арена. Случайность или закономерность? Больше трех недель барнаульцы не могли получить письма, посылки и извещения на мини-отделение Почты России по адресу Попова, 121. А все потому, что закрылось оно на длительное время из-за отсутствия единственного сотрудника. Наш корреспондент Полина Жданова пыталась выяснить, действительно ли в барнаульских отделениях Почты России катастрофически не хватает сотрудников. Полина сегодня у нас в студии. Привет, Полин. Вот скажи, пожалуйста, что говорят на главпочтамте? Действительно ли нет сотрудников? Если да, то как они собираются решать проблему дефицита кадров? Да, Женя, здравствуй. На самом деле в главпочтамте мне сказали, что у них все хорошо, просто лето и просто все в отпусках. Но мы чуть больше узнали информации по поводу дефицита сотрудников, не от главного почтамта, и об этом я сейчас хочу рассказать. Когда наша съемочная группа ранним утром приехала к мини-отделению, мы увидели целую очередь недовольных людей, которые почти месяц не могли забрать свои посылки и извещения. Мелом написано, сотрудник на больничном, почта не работает. Через неделю приходим, та же картина, почта закрыта, сотрудник на больничном. Как сейчас уже выясняется, один сотрудник в отпуске, другой значит на больничном. Вчера был, смотрю, закрыто было. И до этого тоже заходил, ну закрыто, закрыто. Ну я с первого думал, они там до полседьмого. Думаю, ладно, что-нибудь это самое. А потом придется автопочту идти. Барнаульцы говорят, что обращались на горячую линию. Там отвечали, почта работает, все в порядке. Но по факту можно было лишь наблюдать мольберт с надписью «Сотрудник выйдет в пятницу». По словам очевидцев, это длилось три пятницы подряд. Кстати, когда шел съемочный процесс, некая женщина преградила нам путь. Как сама призналась, отношения к почте не имеет. Однако точно знала ответ на вопрос, откроется ли отделение. Почтовое отделение не откроется. Вы понимаете, что оно в отпуске находится? Вы извините, пожалуйста, я работаю вот здесь, но никак не на почте. Поэтому мы к вам претензий не имеем. Я вот сейчас вот эту вот одену на эту самую, на вашу. В центральном почтовом отделении, куда мы обратились с просьбой прояснить ситуацию, нам сказали, что все под контролем. Сотрудника просто неким заменить. Сослались на летний сезон отпусков, но почему-то отметили, что с осени начнут набирать новые кадры. Всегда в летний период времени есть такой вариант, потому что люди ходят в отпуска, у всех дачи, огороды, поэтому в летнее время мы можем наблюдать, скажем так, отток нашего кадрового персонала. Но сейчас сентябрь наступает, мы сейчас работаем активно с СУЗами, с СУЗами, по включению студентов, проводим профилитационные мероприятия. В течение года дефицит кадров есть? Он наблюдается? Я этого не говорю сейчас. Со слов наших анонимных инсайдеров, близких к почте, мы выяснили, дефицит кадров все же есть. Сотрудников не хватает круглый год. Именно поэтому в отделениях некому работать. Основная причина, по словам самих работников, низкие зарплаты от 5 до 13 тысяч рублей. Хотя, как нам сообщили сегодня на главпочтамте, с мая 2020 зарплату обещают поднять аж до 16 тысяч. Не знаем, поможет ли это решить кадровый голод, но наш визит, возможно, помог десятку барнаульцев получить свои посылки. Потому что сегодня, в пятницу, месяц спустя, мини-отделение наконец-то открылось. Говорили же в пятницу. В пятницу, подумаешь, 4 недели прошло, да? В пятницу открыли. Вот лично мой опыт. Я, сколько не получала посылки, ни разу не было так, чтобы пришел, сразу взял, как это должно быть. Ну, возможно, к маю что-то изменится. Будем ждать снова пока к другим темам. Федерация мотоциклетного спорта Барнаула бьет тревогу. Уже на следующей неделе проводить соревнования всероссийского уровня. А рядом с гоночной трассой красуется груда мусора. Спортсмены пытаются добиться решения проблемы от местных властей. Валентина Аскерова продолжит тему. Вот котлованы вот такие выкапывают. В эти котлованы засыпается мусор. Он у них наваленный за забором. Вываливают туда и вот этой землей сверху припарашивают. Вот здесь яма. Там дальше кругом ямы, видите? Роют ямы, скидывают мусор и засыпают землей. Такая схема вблизи мотоциклетной площадки работает уже несколько лет. Хоронит здесь мусор местный завод, уверены представители Федерации мотоциклетного спорта. А ведь через неделю сюда приедут мотогонщики со всей страны и свыше 120 участников. И первое, что они увидят, не скоростную трассу, а груду мусора. То, что здесь творится, безобразие надо прекращать. Потому что невозможно на это уже смотреть. Тем более сейчас у нас будут всероссийские соревнования здесь проходить. То есть люди со всей России сюда приедут на соревнования. А здесь такая красота в округе. Ну, как бы уже складывается у нас мнение, что мы находимся на свалке. Между тем, ямы с мусором начинают разрастаться и дальше, захватывая все больше территорий. Вот совсем новенькая яма, вырытая меньше недели назад. Представители мотоциклетного спорта уверены, что уже в эти выходные в ней захоронят строительный мусор, который расположен на этом заводе. Спортсмены уже неоднократно обращались в администрацию Ленинского района. Там отвечают, что свалка ликвидирована. Аналогичный ответ получила и депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая тоже занимается этим вопросом. Но нашей съемочной группе предстала сегодня совсем иная картина. Мусор как лежал, так и лежит. Мы тоже сделали звонок в администрацию. Там пояснили, что в начале августа мусор был убран и, по всей видимости, появился снова. Мы не приняты меры. Мы организовали объезды, чтобы дежурство, скажем так, чтобы выявить тех лиц, которые осуществляют складирование. Нам это график составлен определенный выездов. И мы планируем все-таки до конца следующей недели на этом участке навести порядок. Кто же все-таки сваливает мусор, остается загадкой. Евгения Боровикова рассказала, что написала заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет, чтобы те нашли нарушителя. Кстати, помимо несанкционированной свалки, рядом с мотоциклетной площадкой находится и городская. Так что ее ароматы вряд ли вдохновят мотоспортсменов на победу во всероссийских соревнованиях 31 августа. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. А вот жители Барнаула обратились к нам с вопросом, что делать с использованными батарейками. Почему в городе мало точек сбора опасных отходов? Как мы выяснили, их всего 10 и в основном они расположены на окраинах города. Почему в крае нет массовой утилизации батареек, попыталась выяснить моя коллега Полина Жданова. Есть люди, которые сразу выбрасывают использованные батарейки в мусор вместе с пищевыми отходами. А есть те, кто копит их мешками, чтобы увезти на другой конец города и сдать в утиль. Потому что известно, батарейки и аккумуляторы – это вредные отходы. В батарейках содержится много токсичных элементов, таких как никель, свинец, кадмий, литий, иногда даже ртуть. И если батарейки не утилизировать в специальных организациях, а просто выбрасывать в мусорку, то эти вредные элементы могут попасть в почву, в воду, либо в атмосферу. И повлияют на жизнь, здоровье людей, животных, растений. В Барнауле всего 10 бесплатных пунктов приема батареек. Мало, потому что дорого, говорят общественники. Чтобы увезти отходы на переработку, нужно заплатить за это предприятию. Их утилизируют только в Челябинске, на небольшом производстве в Новосибирске. Обработать один килограмм батареек стоит около 200 рублей. При этом только с одной точки города в месяц могут вывести больше 4 тонн. Сейчас все инициативы, которые по батарейкам, это инициативы частного бизнеса. То есть это компании, которые взяли на себя ответственность, собственно, по тому, что они, ну, таким образом проводят экологическую политику. Общественникам накладно заниматься утилизацией батареек. Нет средств платить заводам. А еще, как им, так и частному лицу нужно предварительно получать лицензию на опасные отходы в Росприроднадзоре. Их представитель в Барнауле так и не объяснил, как именно ее получить. Если вы будете просто осуществлять накопление, то это одно. То есть вы будете просто складировать их сроком не более чем на 11 месяцев для дальнейшей уже обработки или утилизации. Да, все верно. Тогда на это не нужна лицензия. Как мы поняли, лицензия нужна не на сбор, а на перевозку батареек. В любом случае ее необходимо каким-то образом оформлять. Государственных программ по массовой утилизации опасных отходов в ближайшее время не предвидится. Поэтому у жителей Барнаула, которые заботятся об экологии, выбора не остается. Придется продолжать собирать их в мешки, а потом ехать и выбрасывать их в пункты сбора на другом конце города. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. Ну а продукция этих производителей экологически чиста и полезна. Антонина Гордиенко из Первомайского района в одиночку держит небольшую козью ферму, которая в народе уже давно словет экзотической. И ее постоянные клиенты знают – козье молоко не пахнет. Анастасия Дороган продолжит. И рада, и рада, и рада, и рада, и рада, и рада. Вот она могла. Юча, 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 юча. Во время кормежки, во время дойки, называешь ими, они быстро привыкают. Свои имена знают, хозяйку любят, едят с ладони. Для Антонины Гордиенко все ее козы как любимые домашние питомцы. 12 лет назад она взяла отпуск, завела козу и уже не вышла на работу. Коз теперь 40 и одна ослица. Мне сразу сказали, что не хочешь проблем в стаде, чтобы козы послиться самостоятельно, заведи ослицу. Я завела. Если кто-то начинает шалить, она просто-напросто их ставит на место. Подойдет там, либо укусит, либо так это боднет. Когда подходят к стаду посторонние люди, она делает кольцо и задом отталкивает всех от стада. Кстати, козы не дворняжки. Американские, альпийские, швейцарские породы. И за ее козлятами сейчас приезжают из-за границы. Породистость – главная причина, почему молоко этих коз не пахнет, объясняет хозяйка. Другая, не менее важная составляющая – корм, вернее, естественный выпас. В этом случае такая маленькая козочка дает по 5-7 литров молока ежедневно. Оно не жирное, оно по своей структуре очень плотное молоко. Вкус пломбира называют, вкус мороженого, такого дорогого мороженого, вкусного. Половину молока хозяйка продает, другой пускает в творчество – варит сыры. Справа сыр с орехами, классический полутвердый. Есть и мягкий, как молодая брынза. Изюминка – белпиркнолли, швейцарский сыр. С прованскими травами и паприка, и чили. Это в горчице. Меню обновляется по мере обучения хозяйки. Антонина хочет освоить все сорта. А вот увеличивать поголовье не планирует. Говорит, козы – не бизнес, а нечто большее. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Ну вот козы точно не замерзнут. А нам с вами, возможно, скоро придется. Правда, не дадут. В Барнаул привезли свыше тысячи моделей шуб. Кировская меховая фабрика до воскресенья ждет барнаульских дам за самыми красивыми и теплыми предметами зимнего гардероба. Норка, лисица, нутрия – классические длинные шубы или полушубки для автоледи. На ярмарке Кировской меховой фабрики подберут изделия на любой вкус. В ассортименте модели – летучая мышь, москвичка, попереченка, кировчанка, баллончик и многие другие. В августе на все действует летняя скидка – 20%. Ну, во-первых, Киров традиционно славится своими мехами. Это всегда высокое качество. Во-вторых, кировская меховая фабрика – это полный цикл производства. То есть от зверяка до пошива. Качественные и красивые изделия можно взять в беспроцентную рассрочку на два года. Шубы на любой вкус можно примерить в ДК моторостроителей. К вашим услугам – консультации доброжелательных и приветливых продавцов. Покупатели ждут до воскресенья включительно с 10 до 20 часов. Пригодится ли нам с вами теплая одежда в ближайшие дни, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Смотрите нас на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, в ВКонтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok